вчера вечерком не получилось поснимать и прики марил и заснул сейчас пойдем выдвигаемся все уже собрали готовы доброе утро пойдем пройдемся по волоку вот мы выдвинулись идем саньком упакованы тимоха даже не знает куда он пойдет вот первый раз я сам иду туда надеюсь оправдаю своих ожиданиях и вам покажу сейчас мы идем на переволок а потом дальше туда другой вот раздел вот становились перекурить санька курит маленький привальчик у нас тимошка бегает впереди всего ухо востро держит молодец вот мы туда идем нам еще прилично идти между делом просто решил показать сосновый бор практически как в парке вот еще пока ни одного рябчика не видели около избы с утра свистел но видать увидел и замолк вот очередной перекурчик установили здесь развилка на две стороны вот туда мы оттуда пришли вот туда дорога уходит и вот мы сейчас по этой пойдем сюда дальше перекурим немножко вот отсюда я доходил в тот раз дальше будет дальше будет все впервые вообще вот какой-то трос остался неизвестно с каких времен бревну привязан мы оттуда идем такая вот дорожка прямо видно просек объект по ней возили купцов по этой дороге лошадях на телегах амбалтина сами говорит какая-то будет вот не знаю так оставили лес бесхозно баланчики навалены никто не увидит известно сколько лет они уже здесь лежат там вот когда мы были на перекрестке в лево если уходить тоже выруба столько добра в нее отлежит она уже бесхозная конечно там уже много лет она лежала вот тут опять начинается снова вот это даже ни одного рябчика не подняли ничего на квадрике видать ночью кто-то носился потому что следы видного каждый угол запрыгивали шпатфары разогнали по утру потому что за такой длинный промежуток чтобы даже рябчика не увидеть это очень странно он березняк любому рябчика должны быть вот ребята мы подходим шамбуковки маленькой самки пошел или до избы надо идти по дороге там в обход как-то непонятно сейчас мы подойдем туда к тому месту идем где ковцы перегружались откуда их забирали где-то здесь нам надо туда насчет избушки не знаю пойдем не пойдем чем решить смотрел по навигатору 4 270 до переволока откуда мы пришли так что может в ночевке и не будет смысла оставаться ночевать пока посмотрим здесь до сюда что там у нас по времени саньки он рулит подойдем поближе продолжим смотреть не поймешь это такое вообще речка что-то она не течет это речка поле такое здоровенная болотина как мы там пойдем ты че тут вязка вот туда в тот самый конец блин очень сложно я думаю будет попроще пойдем что-то наделать вернуться назад лучше зайти по старой дороге то что мы будем мудрить там же препятствий по крайней мере нету таких да давай вернемся вот ребят мы проскочили просто сами по моему здесь там пеньки стоят расположились мы сейчас здесь вот вроде как они грузились учета тут заросло уже все не видно юничок лосиком поедены прошлогодний как это а вот там где мы были сейчас на болоте туда дальше санька еще сомневается это место или нет ну вот на ту сторону вроде тоже как санек дорога лечу это посмотрим собачка на той стороне немножко не успокаивается прямо а вот он там увидел пойдемте посмотрим кто-то а вот человек собачкой здоровенько охотника встречали хищник хищник а вот живете живете здесь да мы сухты 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 пришли у курдюка живая теплая тима успокойся а я шелк а здесь ничего нет уже неделя озера вчера три утки было и все а неделя пицца и 8 но тут глухарики были нахуй я говорю глухарики были так 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 встречался на василий перешел к нам с той стороны сейчас пойдем с ним до волоку волоку волокли он покажет место навигатором разобрались оставили точку где крест стоит у них но мы пока до волокуш решили идти может все и не успеем вместе пойдем у него собачка кобель тоже понюхались с тимошкой все нормально обошлось без эксцессов без ссор идем до волокуш вот ребят показал нам василий место вот здесь это не вытаскивали вот эта полянка санек стоит прямо около сруба срубчик срубчик старый за сверху на нем уже деревья выросли вчерашний уже все полностью заросло сейчас посмотрим вот она я что-то нажал вроде не снимал одел вот он срубчик в нем уже деревьев тут вон даже лосиные какашки внутри в дальнейшем и какие большие лосиные какашки вот санька нашел кусочек свинца я ножичком по шкрябу вроде как свинец тут видно не знаю чего это такой клык клык шмурдяк немножко тоже поисковик еще тот ну-ка тима дай-ка молодец давай скажи ты сашка не знаю что искать я сейчас найду покажи ему покажи ему как надо искать давай давай покажи 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 сашки как надо искать не умеет он искать вот скажи надо вот так вот надо так да тимка давай 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 молодец вот вот настоящий кладоискатель смотри что творит а да сейчас все найдет давай давай тима ищи 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 давай тима давай-ка весь бережок перепахай молодец молодец какой молодец вот эта собака но ты посмотри давай 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 весь давай 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 умничка давай копай копай Тимошка кладает капель номер один Тимоха просто шила сейчас идем обратно где на колесах подъезжали к речке там хотим посмотреть мы уже были к ним вернуться Тимоха как шнурок туда-сюда туда-сюда то к нему ко мне не сидит на месте вообще как пружинка маленькая шок 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 вот вышел на дорогу не знаю по ней может попробовать к речке выйти сейчас Санька подожду вот ребятки Санька гильзочку нашел так думаю 32 калибр даже не это не поздний гильзочка а патроном заряжен самозарядный железный ну латунный алюминиевым то есть этот медный скорее всего латунь это красноватый прямо на берегу так пошли мы уже назад что там не нашли вот сюда туда шли не заметили смотрите какой-то крест непонятный сверху и здесь сделали какой-то заметочка здесь такая наверху так непонятно и внизу так же сделано и две косых странный какой-то крест языческий говорит языческий скорее всего но они да у них вера своя раньше же это пойдем дальше две косых было или одна а я не знаю сверху по моему прямая а потом косая да ладно пойдем мы не стали мы с ночевкой оставаться там изба занято три человека Василий нам все рассказал все поведал идем дальше да вот прошли смотрю такой кап на березе в самом низу да они как правило внутри бывают гнилые мне тут да к нему еще не подлез но отсюда его тащить далековато все хочу сделать у меня есть около избы кап поближе там недалеко пусть стоит это тоже что-то можно было с него сделать конечно скульптурку слепить большой капчик ладно идем пока Санька дальше уже наверное больше половины пути прошли решили мы сегодня обратно вернуться вот ребят с дороги тут вот такой съезд приспособления для загрузки леса раньше было вот сюда заезжала машина вставала и вот по этим бревнам накатывали на нее баланы и потом она уже возила лес когда вырубали вот она приспособа все уже заросло после этого вот вот она сверху получается история история уже история сейчас уже лес рубят по-другому надо надо по тайге там еще вышка есть она сломалась раньше вышка стояла такие смотровые здесь вот я две штуки застал еще живые но последнего не упала здоровые таки построены для самолетов что ли ориентиры не знаю попадем туда не попадем она вряд ли наверное ладно мы сюда не последний год ездим поподробнее потом где-то там немножко побываем там все узнаете смотрите канал вот ребят пришел я санька остался на перелоке как вчера поковыряться избушечку растопил он гул стоит шает супчик разогрел сейчас я кипячу чайничек вот все закипел будем ждать санька наверное вместе покушаем пока чайку попью потом разогреем еще одному что-то не жил покушать все закипел хорошо чайчик заварится так сейчас вам покажу что мы сегодня нашли ну там еще шмурдяк всякий был вот что-то нержавейку не знаю что такое нашли этот целый на работе вечером разбирать санек придет гильдочку железное нашли не знаю какой тут калибр не знаю какой тут калибр не видно не видно не видно я конечно ждал большего сырок у нас уже сешает но встретили мы там Василия объяснил он нам дал координаты где крест у них еще там надо было идти два с чем-то километра по болоту не стали мы уже изба-то занята три мужичка живут куда мы там мы не за ней ночевали сейчас санька здесь лучше перевелок почистить пошел туда где дома раньше стояли покушаем отдохнем а завтра поедем в избушку туда вверх подниматься к себе вроде как все там разрулилось там произошел несчастный случай ну короче пока не ясно ничего рано говорить об этом но наши планы это сильно поменяло конечно я настраивался на большее но ничего зато здесь мы хотели здесь на обратном пути получилось наоборот сначала здесь разведку проведем а потом уже там может если рыбку возьмем всякое бывает в жизни но такого конечно мы не могли предвидеть что случилось растопил знатный костерок серьезно этот он оттаскал дров разобрал немного веранду сложила кучку серого хороший с трупов вода выкипает шумит санька нет пока он две банки закладывал костер как выстрел не знаю услышал не услышал где наш саня ходит уже вечереет в принципе не так далеко от меня все все хороший классно так тихо хорошо в лесу ручеек шумит туалета тут нету тупом туалет куда хочешь сходи осинка тут добрая стоит она у нас сердцевина у нее гнилая вот с нее бы конечно лодочку сделать было бы изумительно дерево вязкое и гнется она мне кажется намного лучше елки у нас такой не растет я смотрел фильм этот счастливые люди там у них осинка с которой они долбежки выдалбливать вот с такой осинки лодку сделать я не знаю не почему-то с кедра какого-то там делают на венесе мне кажется такая имею такую осинку сделать осинки это будет намного лучше славная лодка легенькая будет она когда сырая сена тяжелая когда высыхает она вообще пух вот ребята уже свечерело пойду я на улицу покажу вам как у нас там сейчас костерок горит сейчас зажгли как светло у нас тут вот костерочек растопили что хочу сказать наверное завтра мы поедем дальше а эту серию наверно закончим надеюсь вы меня видите давайте подписывайтесь на канал смотрите ставьте лайки мы поедем узнаем что там вверху на себя съездим на этом пока с вами прощаюсь завтра завтра будем снимать уже новую серию продолжение нашего путешествия здесь мы нашли шмуртвички сейчас я стараюсь вам показать саня пришел еще с поиска видите какую-то подковку не знаю какое-то украшение может от лошади нашел вот еще одну гильзу не знаю какой двадцатый калибр пулька вот еще какая-то штучка непонятно вот что нам сегодня день принес ничего а тут еще монетки он убрал уже эти саньки прибрал там копейка и 10 копеек советских с гербом ссср вот это он сейчас нашел уже там где дома раньше стояли урочевых так что вот ну давайте счастливо ждите следующей серии не забывайте подписываться и ставить лайки